Благодарю, спасибо, я очень рад. Вопрос есть, я просто так не могу отвечать. Как финал вообще не удивило, что с первой минуты начались какие-то проблемы? Да, у меня была проблема, честно говоря, эта победа не так радостна была. Потому что он был травмирован, как я понял. Ну, не полную силу боролся. Боролся, боролся, выходил, обратно пауза. И, наверное, тяжело было ему собраться из-за этого. А так он легенда, я рад, что с ним разделил ковер. Я ему сказал, он легенда, реально легенда. Я смотрел на его схватки и мотивировался. Всегда хотел с ним попасться. И когда видел, кто с ним борется, обычно все начинают защищаться от него. Убегать, назад уходить. Ну, не убегать, но посильничать. У меня всегда цель была, уже несколько лет. Я думаю, если я с ним попадусь, я сам пойду в первую атаку. Вот так и сделал. Я доволен, что так получилось. Спасибо Всевышнему за то, что дал мне силы, терпение, волю. Успокоил нервы. Он собрал меня и я благодарен, что я за эту золотую медаль. Я так счастлив. Это не знаю, я просто не могу поверить даже. Что значит этот медаль для тебя? Все значит для меня. Эту медаль хотел мой отец. И я так рад, что я вам принес. Хоть я и не буду с вами. Я радуюсь. Болгарёв, как переключился? Как переключился? Мой брат борется за Болгарию. Уже два года тоже принес медали. Болгария уже принес медаль с чемпионат мира, с Европы несколько медалей. Тоже очень технический, мощный борец. И я надеюсь, он настоящий цикл тоже пока себя очень сильно проявит. У него даже данные лучше, чем у меня. Поэтому вот он перешел. У меня были знакомые, друзья здесь, которые мне еще несколько лет назад говорили. Переходи за нас, а не за другую страну. Тогда были какие-то моменты и затянулось это все. И вот с января мне помогли знакомые болгары. Ускоренно в процессе сделали паспорт. Я вот с января начал выступать и уже получается 5-6 мой турнир за Болгарию. А почему великую турниру? Вот тренер, болгарский тренер, который у моего брата числился, Мирослав Коля, он помог с этими вещами, с документами. Двигался там в Болгарии, по документам он сам знает, что где как. И вот он помогал. Ваня Сельса здесь, мой тренер, личный тренер Вадим Алексеевич Биязь. Без него ничего не было. Он сам болгар, но вырос в Молдавии, работает в Москве. Вот если бы не он, я бы 24 года назад, 6-7 лет назад оставил бы эту борьбу. И никогда вы меня не знали бы, наверное, как борца. Я благодарен ему. Он все сделал. Он начинает с финансового плана и заканчивая психологией, тренировками. Всем помогал. А также все тренера Московской школы трудовой резервы, где я провожу большое количество времени. Дальше. Город Астрахань. Село Октябрьское. Ихакварит. Дагестан. Весь Дагестан. Не важно. Хасаюрт. Махачкала. Училище Анифейского резерва. Все школы. Я где только не тренировался. И в Германии. Везде. Я везде старался. Я всем благодарен. Даже тем, кто особо не был вовлечен в этот процесс. Каждый человек. Даже минимум то, что мне принес, это уже для меня. Потому что бочка знаний накапливается там понемножку, понемножку, понемножку. И даже кто-то мне даже просто словом сказал. Удачи тебе. Это уже принесло мне пользу. Я всем благодарен. Нету на кого я злой. Очень мало людей таких. Вообще даже нету. Я даже не могу вспомнить, на кого я имею злость и кого я ненавижу. Нет таких людей. Всем благодарен. Даже кто против меня болеет. Потому что они тоже способны мотивацию дать. Потому что злость дает, чтобы доказать им, что я не мешок. Можете сказать, что ради этого момента ты менял гражданство вообще? Вот ради этого дня. Ради Олимпийская медаль, да. В основном да. И в дальнейшем двойной гражданство помогает, как высшее образование. Помогает не потеряться в жизни. Чем больше у тебя знаний, чем больше у тебя возможностей, тем больше ты интересен в этом мире. Это мир джунглей. Поэтому если ты слабо себя ведешь в этом мире, тебя сожрут. Если ты будешь всегда достойным везде двигаться и не бояться ничего, я думаю, ты никогда не потеряешься. И главное, не употреблять всякие вещи, которые затуманивают разум. Потому что вот это портит мотивацию и ломает дух. Вот что я сказал. Что ты хочешь сказать на болгарском? Благодаря. Благодаря хочу сказать всем. Прям много благодаря. Вот все. Какие у тебя планы после олимпиады? Да, после у меня планы. Сейчас посмотрим, какие там может процедуры будут после олимпиады. Надо будет куда-то пойти с кем-то встретиться. Основная цель сейчас встретиться с моим тренером личным. И с моей семьей. Потому что я даже не представляю, как они сейчас. Моя мама, мои братья, сестры, которые тяжелую жизнь проводят. Можно сказать, монотонную, такую тяжелую, грязную работу делают, чтобы я мог тренироваться. И они вот этого очень ждали, наверное. Я надеюсь, этой медаль я им принесу комфорт в жизни. Благодаря, ты узнавал вообще, машины, квартиры какие-нибудь в Болгарии дают за золотой медаль? Мне даже не интересовался, потому что... Я не сомневаюсь, что они сюда дадут мне. Потому что Болгария... Да, Болгария очень... И не то, что дадут официально. Я очень много болгар, которые любят борьбу. И в Дагестане. Я просто не представляю. За меня столько людей болеют. Не только в России, в Германии, в Италии. Я где бы ни был. Даже когда я на предалимпийской России в прошлом году проиграл золотой финал, мне сколько людей писали. Не в прошлом году, это 4 года назад. Очень много людей писали и поддерживали меня. И верили в меня. Я очень благодарен всем. Что вперед? О чем мечтаешь сейчас? Дальше я буду дальше тренироваться. Да, хочу выиграть Европу, хочу выиграть мир. Цель еще 35 лет закончить. Сейчас, честно говоря, таких прям целей нету. Самую высшую цель я выполнил. Дальше буду работать профессионально и плюс еще к своей удовольствии. В Лос-Анджелесе? В Лос-Анджелесе. Надеюсь, я попаду туда и выиграю. Надеюсь. А кроме борьбы что? Кроме борьбы, семья. Самая важная. Самая важная жизнь. Даже не эта медаль. Семья. Мы говорим про Париж. Можно рассказать о твоих впечатлениях? И только тебе понравилось или по организации и по всему? Конечно. Все было четко. Франция уже не чужой для меня город. Потому что вся федерация военной борьбы, все ребята, которые выступают за сборную Франции, это мои очень близкие друзья. И чеченцы ребята есть там, и французы, и марокканцы, и алжирцы. Я у них был, раза четыре я был в Париже. И они меня возили в другие города. Показывали мне город. Очень с душой относились ко мне и тренера Федерации Франции, и сам коллектив. Есть такая база, где тренируются все их спортсмены. Ни разу не могу сказать, что я провел плохо время здесь. И не увидел никакого лицемера с их стороны. Я еще раз готов приехать к ним и помогать им. И даже просто приехать к гостям. Последнее, может, пожалуйста. Павел уже сказал, я вчера просто на боксе ездил. И там, может, слышал, интерцесс женщины выступают. Которые, типа, с мужским ударом. То есть, они высокие. Альжир? А, да. А, я, с честно, я думал... Вот, когда вытащите, как бы, можно ли давать выступать? Смотрите, я так что. Трансгендерам, я считаю, нельзя давать. Потому что это мужчины. Женщины, женщины. Потому что... Ну, блин, женщины... Как можно мужчинам драться женщиной? Но... На счет этой девушке скажу, что... Я сначала подумал, что плохо о ней. Потому что я думал, реально... Мужчина, который пел и думал о лжи, что такая исламская страна. Думал, как они могли себе такое позволить пустить на Олимпиаду. Но оказалось, это была девушка. И я хочу официально извиниться перед ней. И перед... Да, то что даже просто мыслях подумал о ней плохо. Эта девушка, похоже, тоже тяжелую жизнь вела. И так достигла успеха. Что бы она не делала, это ее личная жизнь. И даже за какие-то грехи ее... Она будет сама отвечать. Я за свои мысли хочу извиниться. И нет проблем. И на счет боев хочу сказать еще раз. Просто, чтобы... Я просто в комментариях читал, что плохо там. Я не против боев. Потому что... Вот это боевое искусство, они... Мужской вид спорта. И... Это нужно мужчине. Ну, в целях самообороны. Я тоже сам хочу. Ну, практиковаться для себя. Потому что, как борец, да. Но если какая-то драка там на улице что-то будет, я должен уметь ударить. И... Ну... Уметь защищаться от ударов. В целях самообороны я готов заниматься этим. Просто я... Мое личное мнение. Я не хочу выступать... По боям. Это... Как колизей. Ну ладно, я не скажу, как собачьи бои. Это колизей. Где люди бьются. В крови. Там... И людям нужно зрелище. Нужна кровь вот этим болельщикам. Здесь не нужна кровь. На ковре. Зрителям не нужна кровь. Даже чуть кровь. Когда травма человека. Они жалеют его. Ну... Не хотят, чтобы такое было. И здесь даже, когда чуть развлечения. Сначала это все кровь чистят. И дают выступить. Красиво. Не так, как... Как будто ты рабство попало. Вот в этом плане. Это мое мнение. Я не против боев. И бойцы у меня есть. Друзья. Мощные братья. Которые... Ничего плохого я не могу сказать им. Просто единственное, что... Как вы понимаете, вот это я вообще никакой категории не признаю. И плачные бои. Вот это реально ужас. Я против этого. А бои... Люди пускай занимаются. Зарабатывают на жизнь как хотят. Я не против. Я их не презираю за это. Я наоборот рад, когда мои близкие. Когда достойные люди добиваются успеха. Просто вот так заголовок сделали. Типа вот. Как-то коротко. Да. Коротко так. И просто в комментариях смотрю. Многие даже не досчитывают. Не додумывают. И сразу осуждают. Осуждают. Ну, неприятно мне. Я не хочу, чтобы мне плохо думали. Я хочу, чтобы мои мысли... Ну, поняли. Конечно, короткое интервью. Они меня не поймут. Но я просто хочу, чтобы люди думали о мне плохо. Нет. Спасибо, что объяснил. Спасибо. А вы мир джунды. Да. Спасибо. 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 Спасибо.